Селёжа, пастушок, поедай, 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 Ранья, друг, Серёжа, Себе, вредно, дай, рожжок! Подъём! Девять часов, четыре минуты, вторник, двадцать седьмое октября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Юлия Селявина, ведущая этой программы, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро, Сергей Доренко. Новости, которые сыпятся на нас, здесь, секундочку, я хотел бы обратиться к новостям. Вот смотрите, Центральный райсуд Тюмени, Тюмени, вынес приговор в отношении трёх сотрудников милиции, дали их имена, но неважно, сейчас не об этом речь. Их признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Они искали человека, который ограбил магазин. Они вышли на продавщицу этого магазина, которая была свидетелем. Они решили, что свидетельница, продавщица, злокозненная, злонамеренная, будучи сквернохарактерной, утаивает от них важнейшие обстоятельства дела. Для того, чтобы она раскрылась и доверилась им, они надели ей на голову полиэтиленовый пакет и избивали руками и ногами. Били кулаками, кулаками били. Да, руками, нанесли множественные удары по различным частям тела. А кроме этого, надевали все время полиэтиленовый пакет, и вот уже в таком виде ей наносили удары в различные части тела. И чтобы вызвать у нее большую доверчивость и доверие к органам МВД, чтобы она все-таки рассказала им об обстоятельствах дела, мразь такая. Все это продолжалось, сколько часов, 10 часов до 15. Несколько часов. А около 15. Около 15 часов ее били. Нет, ее отпустили около 15 часов. То есть с 10 до 15. А начали бить в 10 утра? Да. Господи, на что она жалуется? Я думал, 15 часов подряд били, а ее били всего с 10 до 15, товарищи. То есть она на что теперь склочная баба, на что жалуется? Что она пропустила обеденный перерыв? Что я не понимаю, пока ее били? Хорошо, неважно. Это неважно. Еще. Это сообщение одного дня. Сегодняшний вторник, 27 октября. Совершена попытка суицида в здании МВД. Из главного здания Министерства обороны... Ой, извините. Министерства внутренних дел в больницу доставлен милиционер с тяжелым ножевым ранением в грудь. Прямо с ножом он приехал из здания МВД России. Ножитный, да? Да, 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 нажитный, нажитный. Прямо с ножом в сердце его увезли в ближайшую больницу. Но он не попал в сердце. В области сердца. В области, ага, он не попал. Ага, я тоже. Я однажды колол свинью и раза три попытался попадать здесь в сердце. И да, потом пришел один белорусский мой друг, который сразу заколол. Этот парень с жидной, он не был белорусом. Он не знал, как попасть в сердце, я думаю. Значит, слушайте, его повезли прямо на операцию. Ему ночью должны были сделать операцию и перевести в реанимацию. Про Серегу Пролетария песню, помните? Нет, не помню точно. Там было, когда ее вынимают у Машки 16 столовых ножей из грудей, она им говорит, вынай, не вынай, не поможет, не быть мне уж с милым вместя. Она еще говорила при этом? Да, она говорит, говорит, говорит. Ага. Она еще говорит в конце уже в крематории, она говорит, когда он, Серега, поет, говорит, Маруська, когда бы ты глазки, открыть свои глазки могла? Когда бы ты родная открыть свои глазки могла? А Маруська ему отвечает, нельзя, я уже умерла. Она все время говорит, но она ему говорит, не быть мне уж с милым вместя, оставьте один только ножик на память о милом в грудях. Вот. Ну, не важно сейчас, это там офицер. Офицер порубал себя ножом. Не важно, что у него, у него было пистолета, что за изыскать, что за экзотика, почему так надо обязательно экзотично, экзотично так над собой издеваться. Теперь слушайте, и есть еще статья Нургалиева сегодня в российской газете. И вы не поверите, я читаю эту статью, Нургалиев сегодня в российской газете опубликовал статью за авторством. Это не интервью никакое, автор, автор, конечно, Нургалиев, да. И там есть некое, может быть, объяснение, почему они так с ножиками в грудях ходят. Я читаю, я читаю, цитирую, это кавычки открываются, я цитирую Нургалиева. Спецназовский дух, запятая, дух обладателя крапового берета, рождается через боль. То есть они ищут боли, чтобы сделаться спецназовцами. Вот как. Ну, это, конечно, у нас есть психологические передачи в субботу в 19 и в воскресенье в 19. Абухова в субботу, а Ковалев в воскресенье. Вот они, может быть, что-то могли... Ну, он-то про спецназ говорит, а это по обычному... Нургалиев говорит, нет, они себя... А, знаете, они били эту женщину с 10 до 15. А, через боль они... Через боль пытались в ней воспитать дух обладателя крапового берета. И в себе. И в ней тоже. Спецназовский дух, дух обладателя крапового берета рождается через боль, пишет нам Нургалиев сегодня в российской газете, поясняя до какой-то степени происходящее, понимаете? До какой-то степени. Через преодоление себя. Внимание, запомните, спецназовский дух, дух обладателя крапового берета рождается через боль, через преодоление себя. Через минуту обсудим. Ладно, поехали. Министр внутренних дел России наш Рашид Нургалиев поручил начальникам региональных МВД ГУВД и УВД ежемесячно принимать зачеты у милиционеров, имеющих право на ношение табельного оружия, сообщает РИА Новости. Вслед за РИА Новостями пишут все издания сегодняшние. Мы продолжаем с Юлией Селявиной. Юль, вы знаете, что это значит? Зачеты? Да, что это значит зачеты? Я не знаю, но обычно зачеты это, чтобы стреляли метко. Тувы, после Тувинского расстрела, это я думаю, там джентльмен 25 лет перестрелял своих коллег. 24 и 36 лет, до одного недострелил, и после застрелился сам. Вот после этого, видимо, и по следам этого, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев поручил принимать зачеты ежемесячно. Ну, я не понимаю. Я понимаю, когда проверяют на какую-то психологическую устойчивость, насколько он здоров именно в этом плане. Слушайте, а может им бром пить милиционерам? Ну, бром пить, бром. Чтобы не тряслись руки? Чтобы не быть взвенчанными. Чтобы не тряслись руки, пьют наотропил. Стрелки. Да, да, да. Может, наоборот, если у них не будут трястись руки, они уже точно все... Они будут попадать... Друг в друга, друг в друга. Нет, а нужно, чтобы бром и наотропил вместе пили. Значит, еще смотрите. Он также поручил региональным руководителям пересмотреть методы работы милицейских психологов. А до этого они что, их подзуживали? Васька, не попадешь в кольку? Такой психолог работал. Нет, такое ощущение, что раньше милицейские психологи, наоборот, подзуживали. Они подходили там и так локцем, локцем, в ребра так. Вась, не бойся, Колька, с первого раза не попадешь? Ну-ка, попробуй. Слабо тебе. А слабо тебе зафигачить начальника. И так далее. То есть, наверное, психологи раньше этим занимались. А теперь им надлежит наоборот говорить. Правая рука теплая и тяжелая. Левая рука теплая и тяжелая. Вам хорошо. Вы лежите на пляже. Понимаете что-нибудь такое? Ну вот, нам нужно понять, что это за зачеты, друзья? Кто сдавал зачеты, если они будут проходить ежемесячно? Расскажите нам, пожалуйста, вы сдавали зачеты, сейчас это, зачеты, имеющих право на ношение табельного оружия? Вот такие зачеты. Кто сдавал? 7-8-8-107-0. Расскажите, пожалуйста, если они будут проходить ежемесячно. Может быть, это как раз до известной степени позволит работать не 20, там, 2 дня. Секундочку. А что это у меня? Ой, отмена. Секунду, ответить, ответить, ответить. 7-8-8-107-0, наш телефон, если вы сдавали зачеты. И если это холера, телефон заработает. Алло, здравствуйте, да? Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, мы говорим с коробкой передачи. Я знаю, нет, я знаю почему. Потому что человек, ну, как бы набрал, чтобы дозвон шел, а сам, может быть, в повороте сейчас, и в повороте ему нужно на вторую переключиться. Ну вот. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Руслан. Руслан, вы сдавали подобный зачет? Да, я сдавал подобный зачет и не раз. А как это, как это долго, сколько это времени занимает, подготовка и, собственно, сдача зачета? Ну, собственно, это все так, ну, очень мало времени занимает, на самом деле. Полдня, полдня он занимает, полдня? Ну, у меня это заняло час. Час, то есть вы приехали к 9, в 10 уже убыли? Ну, где-то так, примерно так. Скажите, если каждый месяц это будет проходить, это не обременительно для подразделений? Это не обременительно, не обременительно потому, что сами зачеты, насколько я знаю, я знаю, это хорошо проводится, так, как будто бы просто, что надо это сделать. Ну, как, то есть это вы являетесь в тир, что ли, или как это? Нет, сначала ты являешься к тому, кто ответственный за то, чтобы тебе выдали оружие. Да, раз. Он у тебя... Это в управление вы являетесь к себе? Да, это в управлении. Получаете табельное оружие, расписались, пошли с ним дальше. Расписали, пошли с ним, все. Потом периодически проводятся стрельбы в тире. Нет, вот в день зачета, извините, вы расписались, в день зачета, расписались и пошли в тир, или как, или куда? Нет, я не раз не расписался, я просто всегда с постоянным отношением в перстолезах. Да. Поэтому я его ношу всегда с собой и не расписываюсь. Просто приезжаешь в тир, определенное подразделение приезжает, там расписанный график, дни для такого подразделения, дни для другого. То есть, стреляешь и... Стреляешь. Как бы стреляешь, да. Да, а это и зачет. А как он повлияет, этот зачет? Ведь, судя по приказу министра, речь идет о том, чтобы эти зачеты повлияли на каким-то образом дисциплинирующее и сняли бы нервозность. Это же после ТВ, это после ТВ, да? Ну да, да. Ну вот как это повлияет? Я приехал в тир, отстрелялся. И как это повлияло на мой морально-психологический облик? Я не понимаю. На самом деле это, ну, никак не влияет. Я тоже, честно говоря, этого не понимаю. Да. И насколько я знаю других сотрудников, ну, тоже это не влияет. Это просто делается для того, чтобы... Ну-то что-то делается в борьбе с недисциплинируемостью сотрудников. Понятно. То есть это как-то их... Это как-то их вгоняет в какую-то матрицу. Так вот стрельбы, вот, значит, там инструктор. Но, может быть, большую нагрузку надо на психологов возложить? Надо, надо. На самом деле надо, потому что сами психологи... Да. Ну, с теми, с кем я сталкивался. Это все проводится так номинально, что, ну, как бы, они ничего и не выясняют, и не узнают. А если психолог мой знакомый, то ты вообще не выясняю... Тем более, тем более. Тем более, да. Ну, как дела, ну, как... Да, да. С кем был... Да, с кем был выходные, то есть все, да, и все. Ясно, спасибо вам огромное. Вот человек, который системно сдает... Нам позовел слушатель, который системно обычно сдает эти зачеты. И он говорит, что с точки зрения морально-психологического климата и морально-психологического поведения данного конкретного сотрудника, не очень понятно, каким образом зачет вдруг на него повлияет. Не очень понятно. Вот как зачет повлияет на то, чтобы не было соблазна вдруг начать стрелять. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Ага, соскочил звонок. Может быть, им будут там рассказывать, вы не должны стрелять друг друга. Нет, ну, как-то да. Ну, как-то их закалять. Вы должны только при самообороне использовать пистолет. И какой самообороне? И какой не самообороне вы сейчас научите милицию? Началось. Селявина подрывает боевой дух. Какой самообороне? Какой нафиг самообороне? Они должны преследовать преступника и так далее. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, здрасте. Михаил. Михаил, вы сдаете эти зачеты? Да, я сдавал с 91-го года. Да, скажите, пожалуйста, если они делаются раз в месяц, каким образом это дисциплинирует и повышает морально-психологические качества конкретного данного сотрудника? Все это проходит формально. Так. Если руководитель считает, что этому подчиненному можно доверять постоянное ношение оружия, то все это формально идет сбор подписей, да и все. То есть все зависит от начальника. Если я вижу, что у меня господин Икс абсолютно чеканутый, взвинченный и добавок именно, скажем, на этой неделе особенно взвинченный, то я ему говорю, давай, так сказать, там какие-то другие у тебя будут наряды. Ну, то есть он будет приходить, получать, а вечером сдавать табельное оружие. Вот. А то, что сейчас требует министр, это перейдет в формальные сдачи списков о том, что были приведены какие-то зачеты. А психологи, давайте тогда обратимся к психологам, потому что министр говорит также о том, что нужно пересмотреть роль психологов. Вот как их пересмотреть? Это сложно, скажем так. Сложная тема с психологами на самом-то деле. Да. Здесь не могу точную дать оценку работы психологов, так как я ее на протяжении всей работы в органах практически не виду. Слушайте, а вы не сталкивались с мнением, что психологи, главным образом, все на самом деле шизики и извращенцы? Да нет, нет. Нет, да? У нас были два психолога довольно-таки, я считаю... Солидные люди. Солидные, как Син Бернара. Да, да, ну ничего, скажем так, большой пользы от этого я не видел. Спасибо вам огромное. Мне везет на психологов, которыми я сталкиваюсь. А мне сразу вспоминаются психологи в школе. Мне кажется, что же психологи... Никакие, никакие. Совершенно. Проводят какие-то... К настоящему сильные психологи, все шизики и извращенцы. Да? Конечно, абсолютно. Конечно. Они же идут туда учиться, чтобы разгадать, наконец, тайну собственной шизофрении. Ну, мне кажется, все идут на психфак именно за этим. Психфак идут либо они абсолютно стерильные, абсолютно неинтересные, как размороженный ментай, или солидные, как Син Бернары. Но с них и проку никакого. А настоящий психолог, он абсолютно шизик и извращенец. Он полон всяких тайных предчувствий, всяких-то позывов перверсивных, чудовищных, страшных, понимаете? Он сочетает в себе все сразу. Он некрофил, геронтофил, еще чего-то. Но он помогает? Самое-то главное. В себе помогает. А, вам нет. А тебе помогает сойти с ума и сделать со психологом рано или поздно? 9 часов 21 минута обзор прессы. Обзор печати с Юлией Селевиной, 9 часов 23 минуты, о чем пишут. Да, я обязательно расскажу. Можно я скажу про СМС, потому что это развлекает меня невероятно. Чтение СМС меня невероятно развлекает. 925, а потом мы и в эфир кое-что читаем. 925-101-107-0. 925-й код, 101-107-0 наш СМС, ладно? Ура, что же в прессе? А в прессе сегодня, давайте с российской газеты начнем. Стволовые клетки МВД предлагает усилить контроль за оружием самообороны. В школе мы заговорили об оружии. Здесь речь идет в статье о травматическом оружии. Будет жестче контролироваться оружие. И надо будет сдавать теперь экзамены для того, чтобы получить разрешение на ношение этого травматического оружия. Это потому что, не с милицией, а потому что друг в дружку стреляют автолюбители. Автолюбители на дорогах, да. Это часто российская газета об этом пишет. Сегодня мы будем в 11 часов обсуждать это. А вчера был смешной случай. Задавили человека в Екатеринбурге, значит, после чего вышли из машины двое мужчин и сбили его ногами за это. Господи. Чтобы не ходил, где не попадет. То есть они его сбили и уже лежащего пришли и отпинали хорошенечко. Сегодня пишут журналисты в основном об ограбленном безработном юристе из Новосибирска, у которого украли из съемной квартиры 6 миллионов долларов и 7 миллионов евро. Сегодня пишут об этом все газеты. Думают, каким образом можно было поместить всю эту сумму в чемоданчик. Не получилось у журналистов московского комсомольца. Также следствие сейчас и проверяет, может быть, сам юрист причастен к этому ограблению. Сегодня также газеты пишут о юбилее Николая Караченцева. Ему исполняется 65 лет. А также о кончине Александра Пятигорского. Это российский философ, переводчик, востоковед и писатель. Он скончался в Лондоне в воскресенье. Об этом тоже многие пишут сегодня. Итак, если останавливаться на отдельных статьях. Коммерсант сегодня пишет о том, что 16,5 миллиардов рублей выделит Минфин правительству Москвы. Это кредит. И говорят о том, что начинают мириться Лужков и Кудрин. Также сегодня Коммерсант пишет о том, что учения военные, о которых заявила Грузия, вовсе не учения, а тренировочный курс преподавают американцы грузинским военным, которые отправляются в Афганистан. Вот вы понимаете, насколько для американцев сюрприз их новые грузинские друзья? Понимаете, да? Да, да, да. Представляете, что вы американка. И что вы курируете направление Грузия. Понимаете, это же головная боль, днем и ночью. Мне кажется, нужно уже заявить. Что, американцы? В какой-то момент, товарищи американцы, я надеюсь, нас кто-то из американцев слушает. Когда они вам успеют надоесть уже окончательно, когда вы поймете, что с этими абсолютно шалопаистыми, бедовыми детьми вы совершенно не можете управиться, они просто как мыши, как тараканы разбегаются по столу постоянно, вы отдайте им назад нам, ладно? Мы умеем с ними, понимаете? Российская газета сегодня... Они соврали. Вы знаете, грузины соврали. Внимание, что сказали грузины? Что у них совместный немедленный отпор, учения двухнедельные грузино-американские идут. Да, да. А американцы в ужасе говорят, да нет, это брехня. Это просто пара инструкторов проводит курсы для тех, кто отъезжает в Афган. И все, никаких учений близко нет. Ребят, чего вы брешете? Ну, вот я представляю, как грузины утомляют американцев. Ну, посмотрим, как долго будут терпеть американцы. Ну, может, они привыкнут, и это будет уже само собой разуме. Может, американцы сделают со грузинами? Да, кстати, да. Российская газета сегодня публикует статью под названием «Мафия смертная». Россия берет на вооружение итальянские методы борьбы с крестными отцами. Это министерство юстиции сейчас изучает итальянские методы борьбы с мафией. Ну, чтобы лучше из них перенести на отечественную почву. Ну, это связано, видимо, с налогами, вот с какими-то не очень чистыми финансовыми потоками и так далее, и так далее. Ну, посмотрим, что же именно возьмут на вооружение наши следователи. Так, еще российская газета сегодня пишет о том, что в Приморье предложили сократить временную разницу между Москвой и Владивостоком до четырех часов. Там местный депутат с такой инициативой выступил. В московском комсомольце также можно об этом прочитать сегодня. А МК сегодня... Смотрите, его все посчитали придурком этого депутата, который сказал, что между Москвой и Владивостоком... У вас другое мнение, я так понимаю. Нет, я как раз... Когда все дружно хохотали, и все считали, что он придурок, я вспомнил, что между Москвой и Пекином четыре часа зимой и пять часов летом. То есть у нас зимой, когда у нас нет этого фальшивого летнего часа и так далее, четыре часа разница, понимаете? Ну вот, так что не надо его считать сильно придурком, уж пожалуйста, я умоляю. Это вот эта надутость часовых поясов нарочно сделали, чтобы как бы нас было много все время. Ну, часовых поясов. От этого величие крепнет. Да? Вы думаете? Да, я думаю. А иначе зачем? Ну, вы знаете, что Москва живет на полтора часа вперед зимой и на два с половиной часа вперед летом. То есть мы живем как по Волжье. Ну, понятно, да? Значит, мы живем по Волжью, вот туда вот, по Уфе. Москва. Если бы Москва вернулась в нормальное расположение свое, европейское, и была бы у нее, ну, на час, по крайней мере, еще откатилась, то как раз было бы пять часов с Владиком и нормально. Ладно, к другим новостям. Арестован чиновник мэрии Москвы. Речь идет о начальнике отдела департамента жилищной политики и жилищного фонда. Он задержан за мошенничество с квартирами. Об этом пишет портал lifenews.ru. Это Вадим Голоднов, если не ошибаюсь, вот с ударением. Он 29 лет ему всего было, когда все это, или сейчас ему 29 лет всего. Сейчас ему 29 лет. Вот, занимал он такой очень даже высокий пост. А дети очень много, в московском правительстве много детей. Да. То есть они чьи-то дети, да? Каких-то великих родителей. Мамы, папы есть у них. Ни от собачки нет, нет, ни от дворовой сучки нет. Все понятно. Так, сегодня время новостей пишет о компенсации жертвам терактов. В седьмую годовщину Норд-Остамин Юст пообещал жертвам терактов компенсацию на европейском уровне. Но эксперты говорят, что пытаются какой-то компромисс найти между сегодняшними компенсациями, которые выдаются в России, и теми, которые назначаются по установленным европейским судом по правам человека. Пытаются найти что-то среднее в этом. Также сегодня Комсомольская правда пишет о московском метрополитене. Вернется ли в московское метро станция Сталинская, задается вопросом. Публикуются фотографии, как было и как сейчас. Насколько часто фигурировал раньше образ Сталина на станциях метро. Ну и вообще, вот эта тенденция к чему может привести по возвращению гимна, например, строчек из гимна, и в целом образы Сталина в московском метрополитене. Все? Хотите, все. Хотите, нет. Смотрите как. 9 часов 30 минут. Новости НРСН. Дико забавная эта история с юрисконсультантом, юридическим консультантом из Новосибирска Евгением Скобликовым. Женя Скобликов, который юрисконсульт из Новосибирска. А у меня в группе, кстати, учился со мной в Университете Дружбы Народов Жене Скобликов сказать. Да, же может, это он и есть. Мне прямо даже приятно. Он жил на Соколе в то время, никакого у него в Новосибирске нет. Вот. Смотрите, правда, ну я говорю, когда мы мучились, мало ли что, куда судьба Али легкая забросила. Смотрите, у человека похитили, он из Новосибирска, у него съемная квартира. У него похитили 6 миллионов долларов и 7 миллионов евро. Но какую-то сумку забыли. И, сейчас секундочку, хозяин квартиры, из которой были похищены деньги, стал сдавать ее около трех лет назад, сделав ремонт. Он иногда здесь появлялся, чтобы проводить уборку. То есть он убирал за Женей Скобликовым. А сегодня молодой человек, который снимал квартиру, Женя Скобликов, молодой человек, позвонил ко мне в дверь. Рассказывала соседка пострадавшего. Вид у него был испуганный, лицо жутко бледное. Парень попросил вызвать милицию, он сказал, что его обворовали. Ну вот. Оттуда слышались все время соседка. Теперь соседка характеризует внимание. Смотрите, соседки, это на самом деле как дворники в царской России, они же следят друг за дружкой. Вот. Это все время там слышались голоса девочек и громкая музыка из этой квартиры. Может быть, девочки приносили ему деньги. Евгений помогал перевозить деньги частный таксист. Ну, внимание, я никак не могу найти новость. По-моему, полтора миллиона долларов нашли все-таки. То есть воры, которые его... Да, конечно, полтора миллиона долларов нашли. Смотрите. У человека украли из квартиры, съемной на Волгоградском проспекте, примерно шестнадцать с половиной миллионов долларов. Кэшем. Он в бумажках все любил. Значит, таких. В банкнотах. Полтора миллиона долларов преступники не взяли, потому что в спешке одну из сумок пренебрегли. Они полутора миллионами в спешке. А может быть, оставили ему, знаете, как на чай или, ну, знаете, чтобы как-то... Чтобы не так обидно было в конце концов. Чтобы не так обидно. Конечно, в старое время в Комсомольске-на-Амуре, когда у вас забирал Битюк пачку сигарет, он вам одну всегда оставлял из интеллигентных побуждений. Чтобы, ну, как бы, чтобы вам было что покурить. И ему дали полтора миллиона из шестнадцати с половиной. То есть десять процентов ему оставили воры. Понимаете? В этом... Сознуждение очень. Скажите, что за диво? Давайте, давайте, потому что все об этом говорят, и все об этом пишут, и все удивляются. И теперь сейчас пошла новость, что это его наследство какое-то. Шестнадцать с половиной миллионов долларов у этого мальчика, у которого все время хохотали девочки. Скажите, все-таки давайте как-то разрешим эту загадку, потому что не обсуждать это нельзя. Все это обсуждают. Это обсуждают в автобусах, это обсуждают в метро, это обсуждают на кухне. Это самое крупное воровство. Это, ну, кража. Да? Самая крупная кража в истории чего? Ну, за последнее время, по крайней мере. Ну, мы не слышали ничего подобного. Я видела статистику, но... Пожалуйста, давайте немедленно свою догадку. Немедленно свою догадку. Откуда все это? Что это за шестнадцать с половиной миллионов долларов, которые лежат у мальчика в квартире? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей. Андрей, откуда вы Андрей? Москвы. А, девятьсот семнадцатый код просто, я подумал. Ага, ну ничего. Ну, здесь ситуация такая. И общак определенный. Ага. Вот. А мальчик решил увезти в сторону. А чтобы паяльник ему не вставили, решил объявить, что это кража. Вот и все. И таких случаев было много. То есть это были деньги, которые вообще не его. Он был приставлен к этим деньгам. Он должен был просто их... Он был престолоблюстителем, если позволите. Конечно. И он общак облюстителем, если позволите. И он, значит, в какой-то момент ему девочки, может быть, рассказали, что с этим сделать. И он побежал, быстро побледнев к соседочке и сказал... А, а что же он полтора миллиона оставил, дурак, тогда? А ну так, чтобы не все подумали, что действительно суворовались, часть остается забыли. Спасибо большое. Нет, а может быть, он приверженец каких-то точных цифр. Было 16,5 миллионов долларов у него, и он оставил полтора. То есть себе взял 15. Понимаете, здесь приверженец именно точных-точных цифр. Он 10% исчислил. Понимаете? Все. Хорошо. 10% это же такая сакральная тоже сумма. 10% платили татарам в свое время, вы знаете. 10% платили церкви православной. Десятина была. Ну, десятина, это 10% налог. Церковь брала с русских людей, да. Хорошо. Значит, еще. Какая у вас идея есть? Что за чертов мальчик с 16,5 миллионами долларов, который сидит себе в квартире и громко хохочет с девочками, пугая соседку? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Александр. Да, Александр. Я думаю, просто это взятка приехала. Это приехала взятка. Ее отследили. А что стоит в современной России 16,5 миллионов кэшем, долларов? Что? Что? Широкий бизнес в отрасли в какой-нибудь. Широкий бизнес, Александр. Да, давайте записывать. Хотите, у вас есть карандаш? У меня есть карандаш. Значит, 16,5 миллионов долларов могли понадобиться джентльмену для того, чтобы купить широкий бизнес в отрасли. То есть какое-то направление в отрасли крупное. Там трубы куда-нибудь укладывать. Спасибо. Это версия. Еще версии. Послушайте, зачем джентльмену, зачем, для чего джентльмену 16,5 миллионов кэшем в долларах в Москве, в России в сегодняшнем? Александр что имел в виду? То есть этот Евгений привозит деньги для того, чтобы купить. А кто-то его отследил? Для того, чтобы какая-нибудь компания, ни к ночи, ни к утру будет помянута, какой-нибудь «Газпром», заказал ему какой-нибудь трубопроводец там. Ну, какой-нибудь маленький совсем трубопроводец. То есть широкое направление в отрасли. Ну, а кто украл-то? У кого? Ну, у Евгения. Ну, сейчас неважно. Сейчас уже другая тема. Я имею в виду, для чего джентльмену, вы же интеллигентному человеку, например, 16,5 миллионов долларов кэшем в съемной квартире не нужно. Просто я объясню. Понимаете? У вас есть 16,5 миллионов долларов в квартире, какой бы то ни было? Нет. И у меня нет. А у него есть. Вот я спрашиваю, для чего это могло понадобиться? С точки зрения практической. Просто для чего человеку столько денег чертова уйма кэша? Алло, здравствуйте. Доброе утро. Здрасте. Игорь из Москвы. Игорь, пишите, пожалуйста. Я думаю, что они выпивали с девочками, закусывали, потом он очнулся и осталось полтора. А девочки, бедные натруженные труженицы, натирая плечико сумками, они в рюкзачках тащили эти деньги. Ну, они тоже что-то. Они тоже что-то. Может, они выпивали где-то месяца полтора. Вы воспроизводите картину происшедшего. А теперь скажите, пожалуйста, а для чего джентльмену нужны 16,5 миллионов долларов кэшем в Москве? В московской квартире? Ну, знаете, как из одного фильма. Ну, выпили, закусили. Нет, вы говорите о преступлении. А для чего он их накапливал? Вот так вот. А, накапливал? Как бурундук в норку таскал, за щеки заселкал, как хомяк. Для чего? Ну, может быть, на старость, может быть, на, там, я не знаю, какой-нибудь маленький. На черный день. На черный день. Маленький. 16,5 миллионов. Ну, ладно, ну, может быть, домик какой-нибудь, Сергей. Ну, вы тоже так. Вот, вот, может быть, недвижимость он хотел купить. Да, может быть, маленький домик на Рублевочке, там, или, там, где-нибудь поближе, поближе к Москве, там. Мне кажется, что это дешевле все-таки, дешевле домик. Нет, 16,5 миллионов долларов за домик на Рублевочке легко. Да? Конечно, с колоннами. Может быть, кстати, еще и еще не хватит, может быть. Легко. Да, 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 легко. Хорошо, спасибо. Значит, он копил на жилье. Джентльмен снимал квартиру в Москве. Джентльмен снимал квартиру в Москве. И однажды планировал купить жилище. И поэтому он накопил на квартиру 16,5 миллионов долларов, вот, накопил. Вот ему еще там осталось буквально, может быть, 5 миллионов. Может быть, последний. Вот-вот-вот, уже почти почти. Притирочка уже, притирочка. И тут бабушка. Еще, для чего джентльмену в современной Москве 16,5 миллионов кэшем? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Алексей, я думаю, Алексей меня зовут. Алексей, да? Ну, может быть, занимался наличкой денег или перевозкой. Перевозкой, но все равно сумма крупновата. Ну и что, ну а как? Это нормально, что он в съемной квартире? А почему он не взял тогда... Потому что на уикенд он же уехал. А почему он не взял ячейку какую-нибудь, мега ячейку? Может быть, сумма очень большая, он боялся... Ходить в ячейку? Ну, говорят, что из банков воруют, из ячейок. Из банков воруют редко. Случай последний был два года назад, когда какие-то милиционеры наехали и под видом обыска побрали все ячейки в каком-то банке. Ну и банк-то тут был полулевый какой-то. А два чемодана, представляете, в ячейку притащить? Так это хорошо, ну два чемодана, каких-то здоровых ячейк, ну пусть он бы взял их десять ячеек. Можно в разный банк в разный ячейки. Ну вот может быть, да, разбить и... То есть мы бы с вами, слушайте, вот я говорю, ведь Олухов и Игорь, а? Ведь он же болван полный, а? Ведь нам бы дали 16,5 миллионов, а? Евгений, по-моему. Евгений, да? А? Алексей, нет, он, я думаю, просто даже не подумал. Ведь дали додику, а нам бы с вами бы, а? Ведь мы бы, ой, господи, помимо... Ведь как бы мы хорошо бы устроили их судьбу, правда же? Да, 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 не тому дали, не тому дали 16,5 миллионов. Алексей пишет, мужик хорошо подколымил сварщиком, очевидно, его бедного трудяга вот так обломали. Юль, не тому дали деньги. Мы бы с Алексеем, мы бы знали, как обойтись с этими деньгами. 9.43, разлучимся на минуточку. Несколько изумительно полезных сведений, которые я должен обязательно передать общественности. В Петербурге очень хороший, очень хороший пилотный проект. Жители Санкт-Петербурга через банкоматы Сбербанка, что тоже очень правильно, потому что Сбер всюду, смогут узнать о долгах, которые должны погасить по решению суда. Они будут, смотрите, подходят к банкомату Сбера. Сейчас это пилотный проект в Петербурге. Внимание, не надо метаться никуда, не мечитесь. Пока в Москве этого нет. Значит, вы входите туда в банкомат. Наверное, нужно какую-то карточку совать, не всякий. Банкомат тебя пропускает к нему через стеклянную дверь. Хорошо, пошли. Дальше. Вы вводите номер паспорта, а потом он вам пишет, насколько ты гад, гадский гад, и тебя не выпустят за границу. Судебные приставы снабдят Сбер всеми своими претензиями. И вы, прежде чем ехать за границу, сможете сунуть карточку, сунуть, значит, написать свой номер паспорта, вот этот вот длинный-длинный-длинный серия номер, после чего вам скажут, заплатите, пожалуйста, 1 рубль 38 копеек. Вы платите этот 1 рубль 38 копеек, наверное, карточкой, и до свидания, можете лететь куда хочешь, на все четыре строка. Долги какие-то, алименты, ЖКХ, да, вот эти все. Долги, алименты, ЖКХ, просроченные штрафы, которые тебе выписали в Смоленской области, в районе села Красное, и всяких других омерзительных, всякие другие омерзительные вещи, понимаете? Штрафы, которые вам выписали в Астрахани, например, которые ты оплатил, но астраханские пенчухи не знают об этом. Понятно, да? Ну и так далее. Значит, в результате ты должен все равно заплатить, но я готов, например, штраф заплатить 2 раза, нет проблем, лишь бы меня выпустили. Для меня же главное, что на меня это обрушится прямо уже на паспортном контроле. Ты мне за неделю скажи, понимаете? Ну и так далее. Вот это проблема. Значит, в Питере, кажется, ее будут решать, и это хорошо. Еще. Под, секундочку. А, под Минском упал самолет, 5 человек погибло, и драма, драма в том же, это хокер. Это BA, British Aerospace, BA 125 800. Это бывший хокер назывался. Машинка хорошая, 7-местная. Я, ну вот, очень хорошо и с любовью к ней отношусь. Упало около Минска, 5 человек погибли, и ужас, ужас ситуации в том, что, кажется, они ехали в казино Шангрила, то есть они ехали в казино, и вот такая вот неприятность. Да, и еще известно, что там погиб глава авиакомпании, как раз вот к которой принадлежал этот самолет, авиакомпания SR, Марат Ромашкин. Да. Смотрите, заработать на женщинах ведомости, интересная публикация, бывшие премьер-министры Канады и Новой Зеландии, обе тетки, они возглавят инвестфонд, который будет инвестировать в компании со значительной долей женщин среди топ-менеджеров. И объясняют это, объясняют это в цифрах, оказывается, что женщины, если в компании много женщин в директорате, в руководстве, то они существенно меньше пострадали в кризисе. Оказывается, 500 компаний по выручке США проанализированы, в четверти компаний, с самым высоким представительством женщин в сайте директоров доходность капитала была на 53% выше, чем у четверти компаний, где женщин директоров было меньше всего. Взяли четверть высшую по женщинам и четверть низшую. Так вот, четверть высшая по количеству вашей сестры, тетки, девки, на 53% успешнее в бизнесе. О чем это говорит? Что бабы лучше думают? Черта зра, мужики в присутствии баб действительно думают лучше. Да? Да, конечно, потому что бабы как... Ну как же это? Отвлекающий фактор. Кто? Женщины. Они тонизируют? Ну, наверное. Они мешают? Может быть, не знаю, они, может быть, тонизируют, но это статистика, что я могу сделать просто в статистике. По мне так мешают, но... Мне кажется, просто женщины собраннее, женщины ответственнее. Нет? Может быть, в этом причина? Причина одна из двух. Либо в присутствии женщин мужчины работают лучше и поэтому прибыли там, где больше женщин и выше, либо женщины работают за мужчин, и тогда прибыль выше. Женщин нет личной жизни, может быть, поэтому. Там, может быть, женщины 30-35 лет, не замуж, делать, в общем, вот нечего. Женщины устраивают свои дела таким образом. Вот и работают, работают, работают. И, может быть, за одну минуту мы примем еще и звонок. Послушайте, мало отдачи. Президент критикует, критикует так, ну, по-кровительственно, отечески, критикует оборонку русскую. Если вы помните, а может быть, вы помните, мы говорили о том, что оборонкой прирастет научно-технический прогресс в России. Это была идея, которую предлагал нам филолог, известный российский филолог Сергей Иванов, в то время министр обороны. Ну, значит, он филфак кончил ЛГУ. Ну, вот. Значит, известный российский филолог Сергей Иванов предлагал нам через перевооружение и через оборонку поднять страну в модернизационном смысле. Оказывается, ни хрена не получилось. Так я понимаю, потому что теперь собираются создать еще какой-то фонд, который будет их поддерживать. Я думал, что они нас будут поддерживать. Я думал, что оборонка вытащит Россию. То есть, они будут... А когда Иванов это сказал? Иванов это сказал сразу по окончании университета, где он сделался филологом. Где-то в начале 2000-х он сказал. Так с тех пор они все время пытаются нас вытащить. Они оборонка. Результатом стало... Ну, а, мало времени? Ну, сколько надо? 100 лет? Нет, нет. Смотрите. Значит, президент Дмитрий Медведев сказал, что им теперь опять надо поддержку. Специальная федеральная программа по поддержке ОПК. Кто кого поддерживает? Послушайте, битый и не битого везет. Ну, битый и не битого везет. Мы совершенно, смотрите, все в рванине, совершенно грязные, зачуханные и так далее. Мы еще добавок должны их поддерживать. Но Сергей Иванов в самом начале говорил, что это они нас будут поддерживать. Ну, елки, я уже запутался. Потому что, ну, разве не так? Ну, разве не так? Хорошо. Ну, хотелось бы, но не так. Битый и не битого везет. Они нас должны поддерживать. Они нас должны вытаскивать. Они локомотив. Я слышал об этом. Я об этом слышал. Они локомотив. Они вытащат Россию. Хрена. Мы должны теперь их вытаскивать. Ребят, кто-то перепутал, кто есть кто. Честное слово. Лошадь перепутала и битый и не битый. Поехали. 9 часов 51 минуты. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 9 часов 53 минуты. Лев Быстров, аналитик фонда и биржи РТС. На связи с нами. Лев, доброе утро. Доброе утро. Как поживаете? Ну, несмотря на то, что вчера были все предпосылки к снижению российского фондового рынка. А вы росли? А сегодня-то уже снизитесь, наконец-то. Ну, сегодня уже должны, на самом деле. Должны, обязаны. Америка второй день подряд закрывается снижением чуть больше 1%. А как вам доллар? Доллар тоже у нас действительно все-таки немножко. Ну, это на самом деле... То есть, последние 5 минут год растет. То есть, наоборот, евро растет. Смотрите, 1,4917 в этой секунде. Да. И, соответственно, ну, сегодня ждем действительно все-таки открытие уже вниз. По ситуации будем смотреть в течение дня. У нас все-таки будут новости. Это, в принципе, ни много, ни мало. У нас будет индекс ценно-жилье, индекс доверия потребителей по США. И, в принципе, ну, ситуация пока что развивается так, что у нас до этого момента активности основной не будет. И, в принципе, рынок уйдет, ну, скорее всего, опять по голубым фишкам, как и на вечерней сессии, в среднем на 1% вниз. Смотрите, я еще раз хотел наших слушателей внимания обратить на курс, на Форекс, потому что за эту ночь доллар драматически вырос. Мы видели его вчера на 1,5017, что-то в этом роде, в эту пору, да? А я вижу его ночью на 1,4800 и даже на 1,47... Нет, на 1,48... Извините. 1,4880, 1,4875 ночью. Может быть, кто-то из крупных игроков просто пытался. Да, а сейчас он опять начал падать, но он все еще выше, доллар все еще выше вчерашних значений, но опять падает. Все, спасибо вам, хорошего дня. Вам тоже. Спасибо, до свидания. Цыганка, цыганка, цыганка. Матвеева пришла, торгуется, сколько ей времени дать, я говорю, цыганка, чистая цыганка. 9,55 в движении, в движении, пока, пока, до спорта. 7,88107,0. Где едете, что видите, расскажите нам о движении в Москве. 7,88107,0. Алло, здравствуйте. 7,88107,0 наш телефон. Расскажите о засадах, расскажите о пробках, расскажите об авариях, что объехать, что объехать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Ну что, я удрученно констатирую, что телефон, это тоже до какой-то степени достопримечательность нашей студии. Это то, что называется телефоном. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. От Ленинского до Дмитровки, дальше до Алтуфельки. Все хорошо едет. Сейчас про Алтуфельки в обратную сторону тоже хорошо едет. Как вас звать? Сергей. Сергей, хорошего дня вам. Счастливого дня. Хорошей езды. До свидания. Еще 788-107-0. Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Секундочку, секундочку. Алло, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здрасте. Очень плохо движется. Шестеринтузиастов. Шестеринтузиастов в центр, да? Да. Напротив вас что вы видите? На встречке? На встречке я в скорую. Ну так, спокойно. Более-менее спокойно все, да? Да. Не видите аварии, ничего не видите? Нет, нет. Есть. Вот и скорая, вот и скорая. В подтверждение ваших слов. Спасибо, хорошего дня. Еще один звонок. Еще один звонок. Пока цыганка Матвеева надеется меня отсюда схарчить каким-то образом с этой студии и сделать обзор спорта. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Здрасте. Муслим зовут. Утренняя шутка. Всем советую объезжать в Москву по четвертому бетонке. По четвертому бетонке, которая тоже дико узкая. Ну правда, где вы? На Кутузовском. На Кутузовском что там? Потихоньку, потихоньку. Потихоньку. Смотрите там вдоль поклонки идите правыми рядами. Ну серьезно говорю. Вот вдоль поклон... Если бы не правыми, то вообще бы стояли бы. Ясно. Хорошего дня, Муслим. Хорошего дня, счастливого дня. 9.57. Погнали дальше. ПОЕТ Здравствуйте, Великий Город. Здравствуйте, все. Это Русская служба новостей. Юлия Селяевина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Сергей Дарьев. Спасибо, Юлия нашла новость. Значит, сейчас пришла новость в 9.54, что милиционер, вы помните о том, что мы вам рассказывали, что житный милиционер с ножом в сердце, прямо там, с ножичком в зоне сердца, он пришел в больницу, то есть его доставили в больницу. Теперь выясняется, пошли подробности в 9.54. Во-первых, не доставили, а пришел сам с ножиком в сердце. Во-вторых, товарищи, внимание, он сказал, это просто несчастный случай. Это не криминальное происшествие, основная версия несчастных случаев, говорит представитель пресс-центра МВД. А зачем он засунул себе ножичек в область сердца этот несчастный случай? Этот несчастный случай с житной. Может, что-то он резал на себя, возможно. Ах, не резься на себя. Ах, не же, может, он картошку чистил. Может быть, он выстругил Буратино. Может быть, чего-то... Не режьте на себя, пожалуйста. И вы верите в эту ахинею? Парень, значит, вчера, оказывается, нет, вчера, попытка самоубийства засадил нож в область сердца. Это вчера было сообщение, и потом ночью тоже. В больнице там, ну и все такое, ну он мимо сердца промахнулся. Сегодня разъяснение Министерства внутренних дел, которое вызывает у меня чувство глубочайшего доверия. Оказывается, нет, это несчастный случай. Он под нечаянностью засадил себе в область сердца ножек. А, в принципе, он хороший человек, и все на свете, да? А вот еще... И любит министра Нургалива, да? И еще инспектор ГИБДД в Туве подозревается в том, что открыл стрельбу по подросткам. Молодой человек и девушка были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Учащиеся, да. Об этом в СКП. Да, да, да. Это 17-летний учащийся 11-го класса местной школы. 17-летний подросток, наверное, он вел себя выживающе. Может быть, шел, жил, дышал. В общем, вел себя как подонок. Очевидно, пришлось стрелять. Я, слушайте, да, еще раз уж мы говорим о... Переходим еще к одной теме, которую вы раскрыли отчасти в своем обзоре прессы, но не до конца. Россия берет на вооружение итальянские методы борьбы с крестными отцами, пишет Владислав Куликов в сегодняшней российской газете. Министерство юстиции РФ изучает итальянские методы борьбы с мафией, чтобы лучшие из них перенести на отечественную почву. Кто-нибудь знает эти итальянские методы? Возможно, опыт иностранных комиссаров может оказаться полезным для наших. Пишет и рассказывает Александр Коновалов еще. Он готовит масштабную программу сотрудничества с Министерством юстиции Италии. Будут не только протокольные, но и реальный обмен мнением, опытом, конкретные шаги по внедрению новых технологий в борьбе. Кто-нибудь знает эти итальянские методы? Тащи, прямо вот один звонок. Если кто-то итальянские методы знает, каковы итальянские методы? Расскажите, пожалуйста, и как они сработают на русской почве. Понимаете ли? 788107.0. Если вы знаете итальянские методы. Если не знаете, не звоните, потому что по-настоящему тем у нас очень много, и мы не собираемся долго зацикливаться на этой теме. 788107.0. Наш телефон в студии, при этом я пытаюсь нажать, и при этом он пытается работать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Здрасте. Александр. Александр, вы знаете эти методы, охарактеризуйте их, пожалуйста, тезисно, и как они сработают в России? Ну, надо поставить своего человека премьером. Говорят, у них премьер тоже замазан там крепко. А, то есть нужен такой премьер. Нет, ну, вы все-таки не из Италии. Да, конечно. Вы не ездите в Порто Деймарме, нет, нет. Нам такой нужен премьер. Нам нужен кто-то, кто хорошо разбирается в теме. Но неважно. Послушайте, мы не будем это обсуждать. Я просто хотел вам сказать, что есть такая тема. Сегодняшняя российская газета. Мафия будет побеждена итальянскими способами. Мне кажется, что для этого прежде всего русская мафия должна избрать для себя итальянские способы. Понимаете, да? Существование? Конечно. А какие? Чем они отличаются? Ну, она должна измениться. Российская мафия должна сделаться итальянской, чтобы к ней подошел ключик на 10. А может быть, и нужен ключик на 13. Понимаете? Видите, они же выборочно, наши-то выборочно будут брать методы. То есть самые лучшие, пишет российская газета, будут использовать. Боюсь, что будут использовать итальянские методы. Итальянские методы будут использовать. Понимаете? Против русской мафии, которая не подчиняется итальянским способом и так далее. Понимаете, в чем дело? Ну, да, понятно, понятно. Да, это сложно. Колорадский жук должен знать, что с ним борются, и вдобавок согласиться, что это и есть борьба с ним, и вдобавок в какой-то момент откидывать ножки. А если он сам не согласен, что это с ним борются, а он думает, что это тараканов травит, например, он тогда будет ходить и посвистывать. Понимаете? Русская мафия должна понять, что она должна тоже демонстрировать некую побежденность, некую и так далее. Это тоже трудно. Еще. Мы не говорим о мафии, мы говорим отчасти о публикациях арестован чиновник мэрии Москвы, публикациях сегодняшнего дня. Начальник отдела департамента жилизной политики и жилищного фонда задержан за мошенничество с квартирами. Он находил квартиры. Этот выдающийся, потрясающий, 29-летний, высокопоставленный чиновник московского правительства. Он находил квартиры, которые принадлежат правительству. И хотел их приватизировать, раздать хорошим людям, понимаете? Не тем лишь самым занимался в 60-е Чубайс. Это называлось тогда залоговые аукционы. И этот последователь Чубайса, он теперь идет на сколько-то лет? На сколько лет? Нет, он пока задержан только. Он только задержан еще непонятно. Может быть, наоборот, он на повышение пойдет. Ему 29 лет. И департамент жилищной политики является, я цитирую по оригиналу, одной из структур мэрии Москвы, заявил пресс-секретарь мэра столицы Сергей Цой. С этим основополагающим высказыванием Цоя, я думаю, посадят парня или нет, все-таки, раз он... Ну, если уж взяли, то, наверное, посадят. Ну, уж, по крайней мере, поддержат. Хорошо. И еще. Главному инженеру Тверского района, это тоже Москва, дали 8 лет за взятку. Это... Того взяли, а этому дали. Городской суд Москвы приговорил руководителя государственного учреждения инженерная служба Тверского района Анатолия Жилу к 8 годам лишения свободы за получение взятки в размере 650 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Его взяли за откаты. Он делал... Он просил всегда 5 процентов или 10 процентов, но руководитель фирмы отказался платить чиновнику. Я не верю в эту ситуацию, Юля. Моя продолжительная жизнь в этом дивном городе, в великом городе, моя продолжительная жизнь в этом великом городе подсказывает мне, что произошло нечто другое. Жила попросил 5 процентов там, где следовало попросить 2, и попросил 10 там, где следовало попросить 6. Я уверен, что Жила немножечко нарывался. И наверняка на несправедливые поборы, на несправедливые поборы тот, кого он доил, обратился к более высокому покровителю. И это не борьба справедливости со злом. 8 лет жили. Это не борьба справедливости со злом. Это борьба более высокого покровителя. Понимаете? Это более большая акула, которая съела маленькую акулу. В какой-то момент сказала Жила, но ты, брат, тут вот в переборе ты, брат. Вот и все. Да? Это вот московская жизнь наша такая. Лужков. Чего-то у меня про Лужкова здесь распечатано. А! Мэр Москвы Юрий Лужков может подать в суд на лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который безосновательно обвинил его в коррумпированности, как вы знаете. И здесь есть подборка, насколько я понимаю, в газете газета, многие газеты об этом пишут, но есть подборка, как судится Лужков, и что абсолютно типично, Лужков выигрывает все процессы. Я вам могу рассказать об этом на собственном опыте. Лужков выигрывает все процессы, но это вообще, говоря, характеризует его позитивно или нет, как вы думаете? Если ты выиграешь решительно все процессы, то... Ну, я верю в судебную систему. Вы верите в судебную систему вообще, в юстицию как таковую, или в московскую судебную систему? Нет, вообще. Вообще, а в московскую? Да, если он победил, значит, плохо сработали его оппоненты. Его оппоненты плохо сработали, но у его оппонентов существенно меньше ресурс. Существенно меньше ресурс. Мы не можем так сработать, чтобы овладеть умами и сердцами одновременно всех московских судей. Юрий Михайлович может, будучи человеком иного масштаба, высокого масштаба, и он может овладеть сердцами всех московских судей. Понимаете? Я знаю, что в 90-е, например, московское правительство доплачивало судьям, а также решало квартирные вопросы. Чего же вы хотите от судей? Чего вы хотите от судей, которым правительство, субъекта федерации решает квартирный вопрос и доплачивает деньги, кэш, наук? Вы сами ответили на этот вопрос. Ну, чего я хочу? Я думаю, что эти люди будут благорасположены к покровителю высочайшему. Ну вот. И так что будет суд. Будет суд. Теперь уже с Жириновским. И московское правительство по-прежнему гордится, что они выигрывают все суды. А я бы-то стыдился. Я бы стыдился того, что ты выиграешь все суды. Честное слово, это стыдно. Это может быть позорно. Позорно для судов. Позорно для московского правительства. 10 часов 14 минут. Вернемся через минуту. Стоит Симферопольская перед МКАД, пишет нам Женя. Стоит Симферопольская перед МКАД. Наш смс плюс 7 925 101 107 0. Только что пришло срочное сообщение Миноборонауки. Миноборонауки ограничило до пяти количества вузов, которые абитуриент может подавать заявление. Вы помните, это было рассуждение и указание, и пожелание. И обсуждалось на разных уровнях, вплоть до президентского. Вот во сколько вузов может подавать абитуриент в свое заявление. Теперь все. Вот срочное сообщение Миноборонауки ограничило. Пять вузов, в которые абитуриент может подавать свое заявление после ЕГЭ. Да, и не более чем на три направления одновременно. Не более чем на три направления? Ну, в каждый вуз, я так понимаю. Ага, слушайте, сегодня в ведомостях, сразу после выборов 16-19 октября, Ливада Центр провел всероссийский опрос об отношении к слухам о коррумпированности московского правительства. Опрошен 1601 россиянин. Значит, это важно, что отвечали не москвичи, а россияне вообще. 1600 россиян. О коррумпированности московского правительства? Московского правительства. Ну, это репутационный опрос. Это репутационный опрос, конечно. Это не опрос, который... Это же не прокуратура проводила, а Ливада Центр, понимаете? И это абсолютно по ощущению выявлялось, как Москва видится... Ой, ну скажите, говорите же быстрее результаты. Ах, ну говорите же. Вопрос. Как вы думаете, соответствуют ли действительности слухи о коррумпированности мэра Москвы Юрия Лужкова о необоснованных преимуществах, которые получает в бизнесе его жена Елена Батурина? Да, 61,4 процента. Да, в смысле, соответствуют действительности слухи о коррумпированности. Значит, 22,7 говорят, что они определенно соответствуют и скорее соответствуют 38,7. Определенно нет, не соответствуют эти слухи действительности. 1% респондентов. Один. Точно нет. В Москве... В Москве иные данные. Смотрите, если в России считают, что слухи о коррумпированности мэра Москвы Юрия Лужкова и необоснованных преимуществах, которые получает в бизнесе его жена, в России 61,4 процента полагают, то в Москве так думают 76 процентов респондентов. То есть москвичи существенно хуже думают о мэре, чем вообще граждане России. Ну вот. Ну и там 5 процентов выразили возмущение действиями тех, кто раздувает эти скандалы. 23,1 возмущены действиями Лужковой и Батуриной. 24,9 процента удовлетворены тем, что публично поднята важная тема. 28,4 не обращают на это внимания и так далее. Ну вот. И еще. Отношение к Лужкову, Левада Центр говорит, в 2001 году хорошее отношение 65, среднее 24, плохое 8. Сейчас 36 вместо 65 хорошее отношение. Среднее было 24, стало 42. Плохое было 8, стало 18. Значит, падает, падает. Это тоже всю Россию опрошу? Это уже москвичи. Это уже москвичи, да. И вот смотрите, смотрите, но тем не менее, плохой, но незаменимый, так, секундочку, извините, я точно процитирую вам заголовок. Нелюбим, но незаменим, пишут ведомости в заголовке. Я думаю, что это ровно так. Я думаю, честно говоря, если вас интересует сколько-нибудь мой прогноз, я думаю, что все слухи об отставке Лужкова раньше 11-го года необоснованы. Они ни на чем не основаны. Это какие-то предвкушения, тайные интриги. На самом деле он два года еще точно будет работать. Ну вот. И тем не менее, тем не менее, кто выиграл хоть раз в суды? Потому что Цой собирается судиться опять со всем светом, который употребляет не комплиментарно употребляет слово Лужков. Лужков, и дальше нужен какой-то восторг, да? Если, ну вот как я, например, демонстрирую же восторг всегда, да? Сказать, бога равный. О, о, бога равный, Юрий Михайлович, о, голубчик, о, о. Ну вот. Если, например, ты так не говоришь, как я, то на тебя подают в суд, как мне представляется. И эти суды выигрываются. А кто выиграл у Лужкова? Может быть, кто-то позвонит, кто выиграл у Лужкова? 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Вы знаете о выигрыше у Лужкова? Надо приободрить Жириновского, Гозмана и вообще всех, против кого судится Лужков. Кто выигрывал у Лужкова? 7-8-8-107-0 в московских судах. Внимание. В московских судах. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Юрий. Юрий, вы выигрывали? Я выигрывал, да. Скажите, на что это было похоже, само дело? Само дело на что было похоже? Да-да-да, ну о чем речь? Ну, пару тезисов. Вы выигрывали у Лужкова. Дело было так. Двоеточие. Нет, я не понял. А-а-а-а. Я выигрывал у Лужкова, сказал, сказал, Юрий, и не выигрывал ничего у Лужкова, как выяснилось. Алло, здравствуйте. Кто выигрывал у Лужкова? Хоть что-нибудь в московских судах. Алло, здравствуйте. Добрый день. Реплика по поводу вашего высказания насчет Италии. Вы выигрывали? Нет, подождите, подождите, подождите. У нас совершенно точно понимаем мы, о чем мы говорим. Мы просим позвонить тех, кто выигрывал у Лужкова в московских судах. Если такое с вами было, 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Володя. Я знаю человека, который выигрывал у Лужкова в московских судах. Это губернатор Ставченко. И он выкинул команду Лужкова из своей Белгородской области. И хочу сказать, что неплохо знаю, в общем-то, Жириновского. И уверен, что в московском суде и в Верховном суде он его раздавит как... Просто раздавит в одно касание. Но решение... Подождите, вы имеете в виду публичную сторону дела, да? Нет, почему? Вы знаете, Димитров морально выиграл у негодяев в свое время. Нет, абсолютно. Вы имеете в виду, что и решение будет использоваться? С учетом опыта Савченко, то, что Савченко, Белгородский, выиграл у Лужкова в судах и выкинул команду Батурина из Белгородской области, я абсолютно уверен, что Жириновский выиграет. Именно юридическая получит выигрыш. Не моральный, не моральный. Нет, нет. Я говорю о юридической. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот, смотрите. Значит, именно юридическая победа. Вот это же проблема. Потому что моральный выигрыш получить легко. Больше того, я считаю, что моральный выигрыш получает любой, кто проиграет в суде против Лужкова. Это уже равносильно... Ну, конечно. Это уже медаль. Если тебя засудил Лужков, это уже примерно медаль. Это уже орден. Но это моральный выигрыш. Я спрашиваю о юридическом. 7-8-8-107-0. Еще кто выигрывал у Лужкова? 7-8-8-107-0. Но только за правду, по-настоящему вы говорите о себе. Я выиграл у Лужкова. 7-8-8-107-0. Я выиграл у Лужкова в суде. Вот, пожалуйста, алло. Вот он нам звонит человек, который выиграл у Лужкова в суде. Как вас зовут? Здравствуйте. Анатолий. Да, Анатолий. Сергей, выиграл в суде как депутат Московского Совета после разгона 93-го года. Ой, давно, а? Давно. Но это официально в московском суде. Получил за это еще и компенсацию. Да, но это вот давно. Это еще до того, как они стали получать квартиры? Нет, они уже и тогда получали квартиры. За это был разгон, в том числе, Московского Совета, потому что он слишком мешал это все существо. Я вас поздравляю. Скажите, что вы редкий абсолютно фрукт в этом смысле. Да, мы редкие фрукты, тем более, что мы являемся государственными изменниками по решению Ельцина. Он ведь разогнал 3000 депутатов, в том числе московских и районных, за то, что они ему мешали, в том числе и осуществлять реформы. Спасибо вам за пример. Вдохновляющий пример победы над Лужковым в московских судах дают нам, по крайней мере, двое слушателей. 10.23. Обзор прессы. Обзор печати с Юлией Селевиной. Юлия. Да, да, да. Я сейчас... Секунду буквально скажу. Секунду. Стоит Кирославка от МКАДа до Тарасовки на въезд, насколько я понимаю. Да, 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 да. От Тарасовки до МКАДа, пишет нам Роман. Наш смс. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Сто один сто семь и ноль. Да, прежде чем начать обзор печати, я вот читаю новость, которая сейчас в двадцать три минуты пришла, почти в двадцать четыре. На месте рухнувшего под минском самолета найден один из черных ящиков. Я напомню, что произошла катастрофа, самолет рухнул, там погибли пять человек под Минском. Сто двадцать пятый хокер упал. Да, об этом можно также почитать на портале lifenews.ru. Здесь подробно с фотографиями. И с фамилиями. С фамилиями, да, в том числе и глава авиакомпании СР погиб. Да, читайте об этом. lifenews.ru. Также, если говорить о газетах, то сегодня все газеты пишут об ограбленном безработном юристе из Новосибирска, у которого украли шесть миллионов долларов и семь миллионов евро. При этом оставили еще полтора миллиона долларов, ну, в общем, в одном из чемоданчиков. Сейчас, сейчас его подозревают в том, что он сам к этому каким-то образом причастен, ограбленный юрист молодой. Вот, все следят за этой историей, потому что очень крупная сумма, таких сумм вообще не было за последнее время. А вот наши слушатели пишут на смс плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль, пусть покажет номера банкнот, потому что они думают, что, может быть, это не был общак, может быть, это вообще ничего не было, может быть, вообще не было денег, понимаете, совсем никаких денег. Зачем все это нужно, я не понимаю. Прослыть знаменитым? Прослыть знаменитым? Да ладно. Потому что он жил себе с Женей Скобликовым из Новосибирска, а теперь он с Евгением Скобликовым с шестнадцать с половиной миллионами. Понимаете, о чем я говорю? Никогда не было вообще никаких денег, может быть. Может быть такое? Не знаю, не знаю. Я очень сомневаюсь, что ради того, чтобы твоя фамилия прозвучала в газетах, можно на такую пуститься в ансюру. Итак, сегодня также многие-многие пишут газеты, а юбилей Николая Караченцева 65 лет ему исполняется сегодня, об этом многие пишут сегодня. Так, если останавливаться на отдельных статьях, то в Коммерсанте сегодня пишут о премьере Монголии, который уходит не вовремя. Эксперты полагают, что новый премьер будет допускать иностранцев к недрам страны по принципу наибольшей выгоды для Улан-Батора. И, в общем, это будет для нас совсем невыгодно и почти не оставляет шансов российским железным дорогам получить угольное месторождение. Талант Алгой. Коммерсанте сегодня об этом читайте. Российская газета сегодня пишет о том, что в ближайшее время автомобилисты должны будут укомплектовывать свои аптечки по новым правилам. Количество бинтов вырастет, а лекарств не будет. В том числе и привычных обеззараживающих растворов йода и зеленки. Читайте об этом в российской газете. Ну, сообщается также, что начнет действовать вот это правило по новым аптечкам с июля 2010 года, чтобы успели все подготовиться к этому нововведению. Московский комсомолец сегодня пишет о том, что на кладбищах можно будет устанавливать электронную книгу память на могиле усопшего родственника. Это 19-дюймовый сенсорный монитор, заключенный в корпус из черного алюминия. Устройство предполагается вооружать на постамент возле захоронения или вмонтировать его в гранитную надмогильную плиту. И, в общем, можно будет почитать на экране информацию об усопшем и оставлять сообщения для родственников, если кто-то приходит и каким-то образом пообщаться с родственниками через такие сообщения. Кроме того, обратите внимание на статью в «Известиях». Там журналисты вместе с началом осеннего призыва следят за призывниками. При этом фамилия одного из них сообщается, другой инкогнито будет служить. Это некий такой эксперимент. И «Известия» начинают его сегодня, будут публиковать статьи. Ну, кстати, если уж заговорили о «Известиях», то там кадровые перестановки. Об этом тоже пишут газеты, российская газета, например. Виталий Абрамов теперь будет главредом газеты вместо Владимира Мамонтова, который становится президентом газеты. Такое бывает. И сегодня «Время новостей» пишет о компенсации жертвам терактов, о том, что Минюст собирается увеличивать компенсации примерно до европейского уровня. Чем все это закончится? Читайте. И вот на этом все. Сейчас новости на РСН. 10 часов 34 минуты. Русская служба новостей. Право знать. Мы продолжаем с Юлией Селевиной. Юль, смотрите, значит, нельзя пить энергетики. Вы знаете, что если хочется не спать... Да, это не очень хорошо. Если не хочется не спать, то лучше выпить пуэр. А если нет пуэра, то поесть лимонник китайский шасандра-шасандра. А если ты идешь ночью, а тебе нужно... И вот киоск. И нужно как-то взбодриться. Ночью? Да, ночью. Там наработка. В виде киоска можно взбодриться уже визуально. Визуально увидев киоск. Вы такие экзотические какие-то методы рекомендуете. Человек должен пить пуэр, либо лимонник, либо лимонник дальневосточный, либо уже в конечном счете кофе на каждом шагу. Смотрите, 17-летняя девушка скончалась от передозировки энергетика, находящегося в свободной продаже, сообщает Интерфакс. В Пензенской области девочка 17-летняя, кровоизлияние в печень, она пила энергетики, и у нее произошло кровоизлияние в печень. Не обязательно на всех это распространяется. Внимание, ну просто подумайте, что вы пьете, Господи, Павел, уж лучше водки вы выпили. Не знаю, но вообще сейчас нужно отметить, что сейчас многие вот просто сидят на энергетиках, пьют постоянно по несколько банок, и еще пьют с водкой. То есть с какими-то крепкими напитками где-нибудь там в клубах. Потом у них руки дрожат, у них глаза блестят, у них... Зато бодрешь такой. Бодрешь такой, и не знаешь от чего это, от энергетика или от водки. Главой сельского совета 9 лет подряд был человек, состоящий на психучете. Я хотел обратить внимание всех людей, которые работают таким образом, не начальниками, а подчиненными. Если вы работаете подчиненными, смотрите, я хотел обратить ваше внимание, как работал этот джентльмен. Он 9 лет превосходно работал главой сельсовета. Он руководил селом очень хорошо, то есть наоборот. По какой оценке? Оценка такая. И чем он характеризовался, в отличие от руководителей других сел? Он очень активный был чересчур. Это я читаю цитату, одна из жительниц рассказывает. Активный был чересчур. В каждый двор с указаниями лез. Так ведь глава советует как лучше. То есть когда ваш руководитель советует вам как лучше, и невероятно активен в своих советах, и в каждый двор лезет с указаниями, поверьте, это может означать что-то недоброе. С другой стороны, и наоборот, и наоборот, может быть, шизофреники выдающиеся руководители, может быть, как раз недостаток руководства во многих местах можно было бы возместить шизофрениками. Он, оказывается, 9 лет скрывал диагноз и попался. Ну, ладно, это просто курьер. А он себе в табель написал, что он после аварии там что-то лежал, а на самом деле за 10 дней зарплату, то есть схимичил. И потом, когда начали расследовать, подняли документы. Непонятно почему, что он скрывал, что он шизофреник. Ясно. Какой-то такой вот, какой-то бойкой формы. Бойкой формы. Но он же полежал немножко, там, полечился. Уже столько времени прошло, может быть, или шизофреники. На самом деле, я хочу вам сказать, что у меня-то первая мысль была, что шизофреников не хватает. Вот мне бы казалось, может быть, эту тысячу президентскую каким-то образом. Потому что нужно какой-то кадровый резерв. Нет, смотрите, какой он хороший. Он лез в каждый двор с советами. Он руководил всюду. Но это мнение одного человека. Нет, деревня довольна была. Кого-то он может достал, каждый день заходит. 9 лет подряд он всем рассказывал. Он так дрова рубит. Не так надо дрова рубить. Ну и что? А наши, вон, собирались носили герри и рассказывали девушкам, какие трусы носить. Вы не помните была кампания? Стринги разрушают чего-то, они разрушают у русской девушки. Значит, правда, была целая кампания. И в этом смысле, мне кажется, что это абсолютно правильное направление. То есть правильное направление кадровой работы, это все-таки подыскать в психдиспансерах соответствующих людей, но таких бойкого, бойкого такого склада ума, чтобы они были бойкие какие-то. Хорошо. 10 часов 37, почти 38 минут. Через минуту вернемся, еще тема есть. 10 часов 39 минут, опять скандал с Сандрой. Сандра, вы помните, это Сашенька, это девочка, которую забрали из Португалии. Скандал, ну, может быть, отчасти форсированной прессой, потому что комсомолка написала. Мать шестилетней Сандры, это вот эта русская работница, которая работала в Португалии, отдала свою девочку португальской семье. Пока, ну, у нее был график рабочий таков, что ей было неловко управляться с ребенком. И она отдала португальской семье пока передержать, передержать собачку, дочку. Вот. Значит, ну, ее передержали, а она сделалась португалочкой, бедная, к несчастью своему. Ну вот. А сейчас проблемы опять. Опять. Она же отсудила в мае девятого года, вот в мае прошлом. А настолько большие проблемы с алкоголем у матери, что ей предлагают лечиться в наркологической клинике. 34-летняя Наталья Зарубина, несмотря на факты, отказывается признать, что она регулярно пьет и лечиться не хочет. Она пьяненькая, приходит в детский садик забирать Сашеньку, свою Сандру. И ей настолько пьяненькая, что воспитатели не отдают девочку. Они говорят, пусть бабушка за ней придет, потому что ты еще не равен час, чего это такое. Вот. С ней проживает ее сожитель, Алексей, с Наташей Зарубиной, 34-летней. И, ну, тут педагогически все выдержано, потому что она бьет своего возлюбленного. Как говорят односельчане, Наталья, мать Сандры, она бьет своего возлюбленного, напившись, побивает. А вы согласитесь, что это лучше, если бы он ее бил, было бы хуже. С точки зрения развития шестилетнего ребенка, что лучше, если мать бьет сожителя или если сожитель бьет мать? Как вы считаете? Я думаю, что все-таки педагогичнее, если мать бьет. Потому что, конечно, я объясню сейчас. Потому что любой шестилетний ребенок, мальчик или девочка, не имеет значения, ассоциирует себя с матерью. Ассоциирует себя с матерью, конечно, да? Он представляет с матерью некое значимое единство. До пяти лет абсолютно значимое, после пяти лет, как полагают психологи, чуть менее значимое. Но единство все-таки с матерью. И если мать бьет сожителя в пьяном виде, видимо, оба пьяные, то это педагогически гораздо выигрышнее, чем если бы наоборот сожитель бил мать, согласитесь. Ну, соглашайтесь, и я поехал дальше. Нет, я не... Ну, почему, пожалуйста? Я против всех. А? Нет, 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 против всех вариантов. Ну, вы ставите нас к стенке. Так нельзя. Кто-то должен бить кого-то. Иначе как они будут сожительствовать и пить вместе? Объясните, пожалуйста. Кто-то должен обязательно бить. И в этом случае, я думаю, португальская общественность будет успокоена тем, что Наташа Зарубина избивает сожителя. Мне кажется, что это всех успокоит, мне кажется. Ну, так вот, начальник сельского отделения милиции говорит, что на Зарубину жалуются соседи. Она в пьяном виде устраивает дебоши. То есть, мало ей бить. Она бы молча била своего сожителя. Она бьет его таким образом, чтобы об этом узнало как можно больше людей вокруг. Ну, сначала, потому что они сразу же с драки начинают. А сначала крики. А, они сначала начинают сопререкаться. Сначала, да. Сначала начинают кричать, гоняться друг за дружкой. А что же он может быть? Там с топором, я не знаю. А может быть, он левой рукой через... Ну, примерно так это бывает в деревнях. А за что, за что, за что, за что можно? Может быть, он левой рукой через руку наливает ей в стакан. И от этого, конечно, любой человек придет в неистовство. А если бы он правой рукой вот так правильно наливал в стакан водку, то и все бы было хорошо. Мы не знаем, о чем они там беседуют. Не знаем. Может быть, там высокие темы совершают. А что вы говорите, они говорят о модернизации? Конечно. Они говорят о модернизации России, я думаю. Ну нет, может быть, а может быть, что-то колоссальное. Национальные идеи вполне возможно. Может быть. Сандре предоставили место в детском саду и полное медицинское наблюдение. Но сейчас бабушку, бабушку Ольгу Ивановну, бабушку Сандры, свозили в Португалию. В Португалии ей рассказали бабушке, где для них построят кафе. Там какой-то фонд помощи или что-то такое. Португальцы, значит, для Наташи Зарубиной строят отдельное кафе, которое собираются ей передать в собственность. Если она приедет жить с Сандрой, ей дадут вид на жительство, подарят кафе, которое передадут в собственность. Это бьющие женщины? Да, это бьющие женщины, потому что еще ей там, в Португалии, подарят антиалкогольное лечение. То есть ей обещает Португалия, если она вернет Сандру, как они называют, в привычную среду обитания, то ей подарят лечение от алкоголизма, раз, кафе собственное, два, жилье собственное, три. И еще никогда приемные родители, вот те старые, которые, значит, Жоан Пинейра и Флоринда Вьейра, они никогда больше не будут претендовать на девочку. И так далее, и так далее. На все, абсолютно на все, согласно Португалии, но бабушка говорит, это простая заманиловка. А маниловки-то и нет никакой вовсе. Это заманиловка есть. Вот. Нет, заманиловки нет, наоборот, а маниловка есть. Ну, неважно. Значит, я уже не помню так хорошо классика. Значит, она говорит, это простая заманиловка. А когда приедут они в Португалию, тотчас же ребенка отберут, а их выгонят жить на улице, полагает бабушка. Бабушка осторожная такая женщина. Понимаете, неловко, в общем, получается. Неловко, в общем, получается. Я вам скажу, сторонник, какого решения я, например. Вы, 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 что бы вы делали? Да нет, сначала Юлю. Нет, дождите. Нет, сначала Юлю. Я кто? Вы кто? Вы, вы, вы. Нет, понятно. Как кто? Мадмуазель Селявина, да, вы. Как гражданка России. Вы гражданка России? Да, я гражданка России. Что же вы прикидываете с гражданкой Моссада тогда? Вы хотите предложить мне какие-то варианты решения этой проблемы? Решение, решение, да. Так ей что не предлагает, она не откажется от этого ребенка. Она будет из себя строить матери, Наталье этой Зарубиной. Наталью Зарубину, кажется, в этот, в алкоголь, лечиться от алкоголизма отправляют. Так она-то отказывается? Она отказывается. Смотрите. Безполезно. Просто мне кажется, нужен контроль, контроль со стороны. Значит, вы, совет, совет, совет. Она ваша подружка. Она приходит к вам и говорит, Юль, нашлась подружка, да, хорошо, неважно. Она говорит, Юль, ну что делать? Ну да, да, да. А, я не подсказываю. Совет, совет, да, совет, да, совет. Бросай пить, погоняй этого идиота. Сделайся космонавткой и полетай на советскую космическую станцию «Мир». Ну, ну, а что я могу ей посоветовать? А также закончить аспирантуру МГИМО. Соглашайся на те условия, которые тебе предлагают португальцы. Вот я бы что посоветовала. Да ладно. А что? Это не патриотично. Я о ребенке думаю прежде всего. Нашлась. А что? Да, да, да. Что? Вы считаете, что думать о русском ребенке патриотично? Думать о русском ребенке край? Нет, нет. Думать о русском ребенке не патриотично, я вам скажу. А что патриотично? Я вам больше скажу, когда мы принимали здесь родителей девочки, которая из православной обители во Владимирской области сбежала, мне писали люди, что защищать эту девочку не патриотично. Я задал вопрос, послушайте, а думать о русском ребенке? Она русский ребенок, эта девочка. Думать о русском ребенке вы считаете верхом не патриотизма и скотства? Ну вот. Нет, думать о русской девочке Сандре, о ее судьбе, это, конечно, не патриотично, это абсолютно скотский подход. Нет, я исхожу из другого. Я исхожу из другого. Почему? Я спрашиваю наших слушателей. Почему в этой истории с Сандрой действующие лица, действующие лица, это португальская общественность, португальское общество. И дальше, мать алкоголичка, наверное, ну не знаю, мать, которая любит в другой раз выпить, ну так, усугубить, вот. И русские патриоты, да, которые считают, что нельзя ни в коем случае и прочее. Вот три действующих лица. Я хотел бы увидеть там мадам-попечительницу, например, мадам ле губернатор, которая бы приехала проведать Сандру. Там есть губернатор в Ярославле? А у него, а баба Явонная есть у него? У губернатора Ярославского Явонная баба есть? Явонная женка? Ну обычно бывает. А почему она не навестит? Холера бы ее задрал. Почему дамы не навестят дамы, вот эти вот, которые там, скажите, все рассказывают друг другу, решительно нынче рюши не носят. Вот эти дамы лучшие в губернии, почему не отличие? Почему православные не явятся помочь девочке Сандре? Почему эта хреновая девочка, явившись сюда, оказалась одна на свете? Объясните мне, пожалуйста. Я хочу, да, я хочу, да, я хочу, да, я хочу, да, я хочу, чтобы туда явилась мадам ле губернатор, которая бы опекала бы Сандру, и тогда бы заткнулась португальская общественность, заткнула бы свой паршивый язык себе в задницу, понимаете, португальская общественность. Но португальская общественность говорит, ребята, мы хотим девочке добра из 6 лет, мать пьет, дурка полная, бабушка... Ребята, вот для того, чтобы португальская общественность заткнула свой паршивый язык в свою паршивую задницу, что мы должны сделать? Мы должны сделать таким образом дела, чтобы там вокруг Сандры все велось и клубилось, и счастливым образом звучало счастье. Не чтобы там грузовик на ее щенков парковал сосед, а чтобы понятно, да? Раз она стала, раз она стала символом русского ребенка, она стала де-факто, так случилось, Сандра сделалась символом русского ребенка у русской матери в простом городишке ярославском, который для португальской общественности и европейцев есть некий символ России, понимаете, так случилось. Это отвратительно, это ужасно. На самом деле все русские дети скрипачи, шахматисты, все русские дети ходят в шахматный кружок и непрерывно играют на скрипке. Но это мы знаем, да. И все они сделаются космонавтами, как вы знаете. Но одна Сандра осталась, которая плохо устроена, на нее прикроют все внимание прессы, западной и русской. Елки, может, мадам Люгебеханатер холера бы ее задрала, и православная церковь, все остальные, все патриоты в хорошем смысле этого слова, могут они обратить внимание на эту чертову девку, а? Или что? Должны. Должны? Ну хорошо, спасибо. Вот так. И не выдавать, конечно, ее Португалии. Потому что, поймите, если мы ее выдадим назад в Португалии, это значит просто признать, что мы ублюдки. Понимаете? Мы ублюдки, братцы, спасайте наших детей. Ведь этого нельзя говорить. Это запретные слова. Запретные слова, которые мы никогда не должны произносить. Но тогда, почему мы сами не обустроим эту Сандру? 7-8-8-107-0. Это я бы посоветовал. Я бы вообще ни о чем не говорил с Наташей Зарубиной. Я бы сказал Наташе Зарубиной, что в следующий раз, когда она будет разговаривать со своим сожителем Алексеем, я бы далеко не откладывал топор. Я бы топор вот где-то рядом держал, поблизости. 7-8-8-107-0. Уж так, чтобы, ну, как говорится, Алексею уже вставить мозги до конца уже. Чего он все время не то говорит. И наливает, видать, через руку, я думаю, водку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Давайте, давайте прям разделяйте мою позицию или нет. Три варианта. Не разделяю. Давайте, давайте. Три варианта. Первое. Отдать девочке Португалии. Раз. Второе. Не трогать девочку вообще. И третье. То, что я говорю. Общественность, и в том числе бабы там местных начальников, должны заняться ею? Да. Отдрать Португалию и, в конце концов, освободить ее от нашего патернализма. Ну, Алексей, ну плохо. Ведь это же признание, что мы ублюдки. Так и есть. О, ужас. Извините. Слушайте, вариантов три. Вариантов три. Наплевать на девочку. Холера, бедра. Еще действительно и правда. Русские мамки снова нарожают. Какая разница? Девкой больше, девкой меньше. Какая разница? Может быть, Сандра тоже у меня. Понимаешь? Ну вот. Засранка. Значит, оставить все и так, как есть. Пожалуйста. Второй вариант. Это все-таки отдать ее Португалии. И третий вариант, извините, ни в коем случае не отдавать то, что говорю я. Ни в коем случае не отдавать. Но попечительствовать. Но оберегать, опекать. Таким образом, чтобы раз уже на ней сфокусировались эти лучи внимания. Таким образом, чтобы доказать ни ей, ни ей, ни португальцам. Доказать нам же самим, что мы не дерьмо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вадим. Вадим. Варианты? Ну, первое. Отдать ребенка. Португалию. Ну, а здесь-то почему? Она пала просто жертвой политической игры. Ну, да. Когда французы поймали в Будапеште вот эту дегеративную мамашу со своим ребенком. Ну, да. Да, да, да. Вот. Сразу в ответ, значит, откопали эту бедную Сандру, наши дипломаты. Ага. И почему-то, почему-то португальский суд вернул ее. Ну, потому что это биологическая мать. Да потому что идиоты повелись на политическую кандидатуру. Нет, а чем вам мой вариант плох? Почему женка губернатора, его баба, не опекает Сандру, например? Вопрос. Чтобы пиарить свою женку и свою... Нет, ну пусть бы пиарились. Боже мой, пусть бы для пиар... Ну, зачем? Ребенку-то от этого будет нехуй. А вдруг она сделается космонавткой впоследствии... Не сделается. Нельзя. А вдруг она сделается танцовщицей с живота в барах Хургады потом впоследствии, да. Вы своего ребенка отправите в Ярославскую область? Первое время я не хотел бы. Чтобы он там космонавтом стал. Первое время не хотел бы я. Ну, а сейчас вот подружиться... Нет, вот первое время не хотел бы. Все подумайте о Сандре то же самое, вот и все. Ну, видите, какой пораженческий иностранный. Все, боевитый мой дух не находит отклика никакого. Юля. Совершенно, да. Юля. Даже если будет жена губернатора приезжать в эту Ярославскую область... Попик пусть ходит, да. Хоть каждый день, да, хоть каждый день они будут ходить. Она будет жить со своей матерью, которая привыкла так жить. Она привыкла пить, она привыкла скандалить. Она не будет по-другому разговаривать. Они хоть пусть заходятся каждый день там, каждую минуту, все равно она будет с матерью. Внимание, португальцы не хотят, португальцы не хотят разлучать ее с матерью. Португальцы говорят, пусть она пройдет курс реабилитации. Вот, они предлагают курс реабилитации. Они ей подарят кафе, они ей дарят кафе, средства к жизни. Они думают, что она изменится под влиянием окружающей среды другой. А здесь она живет... Ярославляю. Возможно, они и правы, я не знаю, может быть, они заблуждаются. Может быть, это наивно, что она исправится. Из-за того, что тут циклоны, а там антициклоны, да, все время? Там антициклон. Там же вот этот антициклон, который прямо вот от Майами лупит... 34 года она уже алкашка. 34 года она уже алкашка? Значит, все так, все так там. А, то есть это некий дух местности такой? Это, да, да. Может быть, это от того, что там в Лиссабоне все время антициклоны солнышко? Может быть, из-за этого? Ну, не знаю, прям мне горестно с вами. Слушайте, чего вы такие пессимисты, а? Ну, что такое, я не пойму. Ну, неужели мы беспомощные? Ну, что вы, ребят? Ну, что, начинается ерунда какая-то. Я бы, наоборот, нагнал туда попов, целую роту попов. Мадам ле губернатор, мадам ле висе губернатор, мадам председатель суда, мадам ментовская жена. Всех бам туда нагнал, опекают ее, лелеют, вылизывают, гладят ей фарточки и так далее. Эй, алло, вы чего, дегенераты? В смысле, в хорошем смысле, сограждане. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Ну, нет движения. Смотрите, от Тарасовки до МКАДа стоит Ярославка. Потом еще много написали. И, правда, все стоит в плохом смысле этого слова. Давайте, 788-107-0. Расскажите нам о движении в Москве. 788-107-0. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Да, здравствуйте. Значит, внутреннее третьего кольца, затруднение где-то у Тарасовки и до МКАДа как минимум. Да. 20-40, не больше. Причину не видите? Прости? Причину не видите там? Нет аварии? Да нет, это просто Благородка съезд там сделан. Я прошу прощения, может, предыдущая тема небольшая не будет? Давайте не будем, потому что у меня Света Матвеева смотрит на меня, она же цыганка, ужас, своими глазами огромными цыганскими. На меня смотрит Матвеева, а я у нее секунды отнимаю от спорта, понимаете? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Алло. Алло, добрый день. Здрасте. В Ленинграде, кстати, это вообще ужасно. Да, необычно, да? Вообще необычно, вроде как должна двигаться. Китафора-то нет. Вообще ползем километров 10, наверное, в час. Ленинградка стоит ужасно. Спасибо за предупреждение. Хорошего дня вам. Еще один звонок я успею принять. Нет, не успею. 10.57. Ура. Слушайте, я вам оставляю Юлию Селявину с головками дня. Кто у вас сегодня? Сегодня из российской газеты будем табельное оружие обсуждать. Табельное оружие. Это контроль над ним, потому что там экзаменами какими-то хотят обвешать все эти травмопистолеты. И я вам оставляю Светлану Матвееву с обзором спорта, а я пойду и проживу его этот вторник, 27 октября.